Привет, с вами Ньерл, и это каст-матча между игроками Аникетос и Бегамо, который играет за Тёмных Ангелов. И как вы видите, Тёмные Ангелы это DLC, который в данный момент можно купить в Стиме. Он преобразовывает армию космодесанта, преобразовывает, немного изменяет модели армии космодесанта. И придаёт им аутентичный вид Ордена Тёмных Ангелов. То есть, в принципе, это выражается в том, что на шлеме у Форс Коммандера появляются эти щётки и крутой плащик, а тактикалы ходят в халатах. Ещё у них какие-то лунные руны на наплечниках. Аникетос... Да, меня обрадовало, когда я увидел матч, в котором участвует Аникетос. Вот игроки о чём-то говорят. Похоже, что Аникетос играет за колдуна, потому что ему надоело, что когда он играет за космодесанта, ему постоянно попадаются другие космодесантники, играющиеся за Апотекария. Оба игрока обсуждают, что Апотекарию нужен нерв. Да, меня обрадовало, когда я увидел матч, в котором участвует Аникетос, потому что Аникетос является моим зрителем. Он прислал матч на Fon of War. Вы его можете посмотреть. По крайней мере, я надеюсь, что это был он, а не какой-нибудь другой игрок, который взял его ник. По крайней мере, один мой знакомый так любит делать. Он берёт ник Розана, а другой берёт ник Холлихаммера. Потому что в Стиме можно менять ники. Ну, я надеюсь, что это был он. Можно увидеть, что Аникетос вступил в клан Infamous Hard Boys, по-моему, он так называется. Там состоят Сум... Не Сум, не Сум. Там состоят Кэлтос, Мита Суперстар, Дарк Рику. Других, я, к сожалению, не помню. И... Надеюсь, что это хороший клан. Если Аникетос туда вступил... Просто там много таких хороших игроков. И в Force Commander заказывается броня рвения. Пока что оба игрока начали матч довольно стандартно. Бегамо готовится уводить на поле боя штурмовых десантников. Аникетос сделал два отряда космодесантников Хаоса. В принципе, Бегамо мог бы сделать так же и Девастатора, но... По-моему, это будут штурмовые десантники. Они обычно предпочтительнее, потому что они просто очень сильные. И скауты еле убегают от этих еретиков. Командор с щетками на голове проводит крутое добивание. Все-таки плащ у него классно выглядит. С таким знаком... Немного обидно, что... Да, у Force Commander эта иконка персонажа все еще остается. Иконка из старого доброго лысика. Который Аполлон Диамет. А не... Новая... Голова в шлеме. Что, в принципе, по-моему, странно. Релики и так явно не утруждались над этим ДЛЦ, которое стоит целых 7,5 долларов. Так, они еще даже иконки не сделали. Даже Шума. Это человек, который делает моды на Dawn of War 2. Мода для армии, чтобы у них варгир выглядел по-разному. В принципе, он делал, по-моему, мод для темных ангелов. Так же. Но разница его мода в том, что их может видеть только сам игрок. А эти ДЛЦ могут видеть все игроки. Так вот, даже Шума делал всем своим творением отдельные иконки. Не говоря уже о том, что они просто были бесплатными. Ну, здесь фактически... Ну... Изменения всех юнитов, кроме тактикалов и командора, ограничиваются налепленными эмблемками. То есть там... На солтах... Ну, еще терминаторы, дредноут и ландрейдер белые. Потому что, как бы, первая рота. Десвинг. За фактикалами гонится колдун. Он уже взял броню варпа, которая позволяет ему телепортироваться. Возможно, мы увидим и меч. Не, не меч. Хорошая граната. Да, наносит большой урон этим космодесантникам хаоса. Мне почему-то все время кажется, что это Аникета сыграет за космодесант. Ммм... Не знаю. Да. Пока что эти скауты были довольно эффективными. У них есть дробовики с гранатами. Точнее, гранаты им дает сержант. Тактикалы в халатиках немного подрались с еретиками. Но я думаю, эти халаты сильно мешают ведению ближнего боя. В них можно легко запутаться. И поэтому они убегают. Все-таки вот старая лысая голова. Выглядит здесь немного неуместно. Да. Лично я считаю, что это ДЛЦ. ДЛЦ было неплохой вещью, но не идеальной. То есть, во-первых, оно явно не стоит 7,5 долларов. Ну, бакса 3 максимум. Если бы оно стоило поменьше, может даже я бы его купил. Хотя я не фанат темных ангелов. Но возможно, что это ДЛЦ обозначит то, что релики начнут выпускать ДЛЦ с отдельными оформлениями для других армий. Я надеюсь, что это будут не только космодесантники. То есть, я понимаю, что за космодесантом это проще всего. Там космические волки, кровавые ангелы. У них у всех разные оформления, отличающиеся стиле. И там особо думать не надо. Но я надеюсь, что даже оркам что-нибудь перепадет. Да. Хотя оркам с этим патчем им бесплатно дали новый стиль фрибута. Я вам покажу. У меня есть следующий реплей, в котором участвуют Хаммер и Норни. Я чуть не сказал на Нева. На Нева не играет. В Дону Фор 2. Он Старкрафтер. Форс Коммандер. У которого силовый меч, кстати... Так. У силового меча у основания есть какие-то два перышка. Еще небольшое изменение. И бегомо переходит на второй тир, так же как и Аникетос. Пока что первый тир прошел с небольшим преимуществом Аникетоса. Все-таки у него было небольшое раннее преимущество за счет того, что Ассолты вышли на поле боя довольно поздно. Как поздно? Они дорогие ребята и выходят на поле боя далеко не сразу. Но колдун запутался в этих халатах. Настоящее боевое назначение, я понял. Настоящее боевое назначение этих халатов в том, что когда на тактикалов нападают, они этими халатами пытаются запутать своих врагов. Ну, для чего еще бойцам нужны халаты? Длинные и белые. Возможно, что сейчас колдун... Да, колдун погиб. Да, большая потеря для Аникетоса. Не такая уж серьезная. Насколько серьезной может быть потеря героя? Ну, все-таки неприятно. Он делает Блад Крашера. Он уже перешел на второй тир, сделал Блад Крашера, тогда как Бегомо только что допереходил на второй тир. В принципе, у Бегомо не должно быть проблем с этим Блад Крашером. Он всегда может просто выдать ракетницу с Атикалом и Мельтуасолтом. Но некоторое время этот серебряный Блад Крашер будет для него большой проблемой. И Бегомо не смог уничтожить ни один генератор, по-моему. Хотя, может, один убил, тут всего два генератора осталось. Если тут был третий. Скорее всего, был. Вряд ли бы Аникетос стал стоять два генератора. И Бегомо делает Библиария. Не совсем противотанковый отряд, но ладно. Возможно, что он уверен в своих... Да. В своих возможностях другого противотанка. Он уже заказал Мельты Ассолтом. Если бы на этой карте были здания, то Ассолты могли бы покидаться в эти самые здания с лепящими гранатами. Но их нет, поэтому... Вторая часть этого апгрейда практически бесполезна. И Библиарий... Да, то, что я тоже нахожу немного смешным в этом ДЛЦ. Библиарий остался черным. То есть... Я не знаю, конечно... Есть ли в Ордене Тёмных Ангелов негры? Но, по-моему, их нет. Тёмные Ангелы обладают такой стилистикой средневековых рыцарей в стиле тамплиеров. Там, с секретными кругами посвященных... И всем таким. Конечно, в ранних изданиях они были скорее индейцами. Но вот... Сейчас такие средневековые рыцари. И... Причём... Не надо путать с другим орденом, который также берёт своё вдохновение в рыцарях, но уже в рыцарях христовых походов, а в тёмные храмовники. Пока тут много всего происходит, пока я говорю ни о чём. Тут много всего происходит, пока я говорю ни о чём. Точнее говоря, Аникетос очень хорошо использовал посох варпа. Это очень мощная способность. Она была довольно слабой в Хаус Райзинге, но её пропатчили. Так что это замечательное оружие сейчас. Оно позволяет очень мощно добивать убегающие отряды, потому что оно быстро двигается, от него невозможно убежать. И... Приятно, что Аникетос им воспользовался. Хотя, думаю, Меч Пламени был бы для него не настолько полезен в этой игре. Всё-таки он как-то сильнее против массовой пехоты. И Бегамо выдает своим тактикалам ракетницы. Он уже выдал им ракетницы. И сейчас пополняет их ряды. Кстати, да, когда они выйдут, я это покажу. То есть сейчас они так стоят в базе. Бладкрашер. Блестящая жопа Хорна. Разносит эти генераторы. Опять же, использование способности... Как он называется? Варповый огонь. Так и называется. Немного откидывает библиария. Так. Да, тактикалы вышли. У тактикалов... Точнее, моделька сержанта... Как моделька? Его голова. Голова сержанта тактикалов изменена с Таркуса на Девиана Тула. Который... Дредноут. Ну... На его голову до того, как он стал дредноутом. Довольно интересное изменение. По-моему, им стоило заменить и библиария на что-нибудь другое. Ну, или хотя бы просто надеть на него шлем. Надеть шлем это не сложно. Кстати, некоторые моды шума это делают. Один из модов шума это делает. Надевать шлема на всех бесшлемных командиров. Отличное использование ассолтов. Ну, а я не знаю. Может, релики боялись, что если они наденут шлем на библиарии или сделают его белым, там... Не знаю. На них будут жаловаться, как на расистов. Ну, хотя... На Force Commander же они шлем одели. На них не стала подавать в суд какая-нибудь там ассоциация лысых людей. За ненависть к лысым. Просто негр среди темных ангелов выглядит немного неаутентично. И неплохая граната. Правда, задевает только одного космедесантника Хаоса. Используется способность Endation No No Fear. Которая позволяет тактикалам отбрасывать в ближнем бою. Она особо не помогла, учитывая, что их фокусило аж два отряда. Касситов. Смайт. Пользуются библиарием. И он вступает в драку с хорнитами. Плохая идея, по-моему. Хотя он наносит им повреждения, но и они ему их носят. Главное, отступить вовремя. Возможно, он отступает немного поздно. У него осталось всего 60 жизней. 57. 10. И библиарий погиб. Большая, довольно бесполезная потеря. Возможно, просто бегамо не ожидал такого высокого урона от хорнитов. Ну, хотя, следовало бы. Колдун перекэпывает эту точку. Серебристый Блад Крашер возвращается на базу. Пока что... Да, эти кхорниты все-таки отступают. Бегамо делает недовольную рожицу. Что ему не понравилось. Не знаю. Ну, вот так вот. Кстати, Аникетас делает третий отряд космонистантов Хаоса. Вот только сейчас они вышли на поле боя. И да, и все три точки победы находятся под контролем Аникетаса. Сейчас вот бегамо начал их перекэпывать. Будет для него полезно. Сейчас, конечно, преимущество по очкам Аникетаса. Но ничего серьезного. И скауты в стелсе движутся к этим еретикам. Возможно, сейчас кинут гранату. Да, граната летит в них. И еретики не сфают. И одна граната убивает полный отряд еретиков. Счастливые скауты просто бегут на базу. Они уничтожили отряд одной гранатой. Ха. Аникетас говорит, лол инстагиб. Бегамо делает. Другой смайлик. Хм. Ладно. Это за моего апотекария. Хе-хе. А, че я сказал? Да. Он поправился. Это за моего библиария. Конечно, у него нет апотекария. Он играет за командора. Да и, как я говорил. На солтах все темно-ангельские изменения заключаются в их эмблемке на плече, эмблемке на нагруднике и рисунке на их клюве. По крайней мере, на той части шлема, что похоже на клюв. Серьезные изменения были этим Делце сделаны только для тактикалов и форс-командера. Все остальные герои и юниты, они выглядят примерно так же. Только с небольшими эмблемками и сменой текстур. То есть вот Дредноут, он белый, потому что первая рота темных ангелов одевается в белое. На нем несколько эмблемок. Небольшая статуйка, под которой написано Раппент. У него на... Прямо на передней части гроба, в котором он, по идее, находится. Форс-командер с силовым мечом чаржится. У космодесантников хаоса этот силовый меч полезен не только для того, чтобы носить урон по тяжелой пехоте, но и просто для того, чтобы вдохновлять своих юнитов. Потому что, кстати, Блот Крашер был потерян, по нему полетела Мельта, его забил в ближний бою Дредноут. Но и для того, потому что силовый меч, он повышает размер баффа, который дается при использовании боевого клича. Это довольно приятный факт. У Аникетоса осталось только три отряда космодесомитников хаоса. У него осталось... У него стал такой состав армии еще довольно давно, когда бегамо кинул вот эту гранату, от нее можно увидеть след. Ну, и вот как сейчас, обратил только на это внимание. И Аникетос сделал хавоков, чтобы дать им метку дзинча. И Дредноут ходит по карте. Шорс Командер также. Интересно, сколько народа купило это ДЛЦ. Судя по сообщению разработчиков в Твиттере, оно продается очень хорошо. И это, ну... По-моему, немного плохо. Потому что это ДЛЦ явно было, ну... Довольно плохо сделано. То есть... Довольно плохо сделано. Потому что изменено было только двою. То есть Форс Командер стоит приступить к ломанию. Но при этом цена очень высокая. То есть, ну, в принципе, меня это ДЛЦ устраивало бы, если бы цена была меньше. Или в нем было бы сразу несколько армий. Скажем, темные ангелы, темные храмовники и что-нибудь для других рас. Скажем, у хаоситов тоже большое пространство для конверсий. Всякие железные воины, тысяча сынов, пожиратели миров. Все эти крутые ребята. Я не представляю, что можно было бы орком запилить. Хотя, ну, тут тоже вполне вероятно. У них кланы довольно сильно различаются. Сделать что-нибудь отдельное было бы несложно. Кстати, у отряда штурмовиков все еще сержантом является Фаддей. Так что... Ммм... Бегамо говорит, лол, четыре отряда тактикалов? Нет, только три. Четвертого... Четвертый отряд это Хабоки. Ммм... Да и, конечно, состав армии у Никетаса мне нравится. Он у него уже довольно давно, но я остановился на этом только сейчас. Ммм... Два отряда космодесантников хаоса с меткой Дзинча и один отряд с меткой Корна. То есть это позволяет ему не только наносить большой урон в дальнем бою, но и связывать врага в ближнем. Ну и, конечно, этих хасолтов. Тоже надо чем-то убивать. Ммм... Я думаю, Харнит и Татасолтов валят в ближнем бою. Если бы Бегамо играл за Апотекария, то они бы не валили, но так валят. Дредноут оказывается застанен этой ласпушкой и отходит. Этот тактикал в халатике с ракетницей. Стреляет в Аникетоса, промазывает. Сейчас у Аникетоса довольно много ресурсов. Интересно, на что он их потратил. Он мог или перейти на третий тир, или сделать что-нибудь еще. Хотя, конечно, возможно, он копит на что-нибудь подороже. Я не знаю, там у него... Разве что дредноут стоит больше, чем у него есть... Разве что дредноут стоит больше денег, чем у него есть сейчас. Отряд скаутов кидает гранату, но она как-то очень странно попадает и задевает только отряд скаутов. И скауты погибают от своей собственной гранаты. Хех, да Бегамо говорит лол. Возможно, этим скаутам было стыдно за убитых еретиков, я не знаю. Вряд ли. Но все-таки... Бегамо говорит... Они сделали все неправильно. Сейчас счет между Аникетосом и Бегамо довольно близок. Он в пользу Аникетоса. Отрядом космодесантников Хаоса заказываются их спарринг-чемпионы. Бегамо спрашивает, и это все? Интересно, что он имеет в виду. Аникетос говорит, ну мне повезло. Колдун... Да, Аникетос все-таки переходит на третий тир. У него очень много ресурсов в запасе. И Бегамо выпускает на поле боя терминаторов. Как вы можете заметить, терминаторы тут также из Десвинга. То есть, первой роты темных ангелов. Эти ребята носят только белое. Потому что... Там когда-то терминаторы из первой роты оказались на зараженной генокрадами планете. И их осталось очень мало в знак того, что... Ну, в знак траура. Траурный цвет. Они покрасили свои доспехи в белый, но потому что они космодесантники. Они превозмогли. И с тех пор пошла традиция членам первой роты красить свои доспехи в белый цвет. Такие дела. И... Ну, а султы убегают. Как вы видите, им наносится большой урон с помощью варпового огня. Мощная способность. У колдуна и колдун заказывает дом подчинения. Как я ненавижу этот варгир. Столько нападений было загублено этой гадостью, карабтящей моих нобов. Ну ладно, возможно, сейчас это поможет Паникетосу выиграть. Потому что у его противника есть терминаторы. Диасолты. У него много кого можно удобно скарабтить. Этот командор попадает под фокус этих двух отрядов космодесантников. И небесная пропасть. Интересно, затянет ли в нее кого-нибудь важного и убьет ли она какие-нибудь отряды. Мне кажется, нет. Командор убежал. Сейчас она кидает тактикалов. И... Ха. И Аникетос починил отряд терминаторов и шел им в сторону небесной пропасти. К сожалению, он не славит практически никакого урона. К сожалению для Аникетоса. И сейчас терминаторы возвращаются под контроль своего нормального хозяина-бегомо. Аникетос делает предатор. А Драдноу добивает этого колдуна ударом кулака в землю. Посмотрим. Сейчас счет практически сравнялся. Аникетос понес небольшие потери в виде этого колдуна. Что... Довольно... Большая потеря, учитывая, что у него был том подчинение, который мог сыграть очень важную роль. И сейчас Аникетос делает предатор. Интересно, как он его сможет использовать. Интересный факт о предаторах. А нет, это не о предаторах. Я хотел сказать, что тип атаки у них изменили с автопушки на взрывы. Но это не относится к предаторам. У них все еще тип атаки автопушка. Это относится к танку орков. То есть потому, что у него нет противотанкового апгрейда. У них теперь... Их изначальная атака носит полный урон по технике. Раньше наносило 75%. И не обгрыженный предатор начинает стрелять по терминаторам. Наносит им неплохой урон. Но терминаторы телепортируются к предатору и начинают бить его кулаками. Что тут происходит? Ничего особенного. Смельцами хаоса убегают. Но эти терминаторы в данный момент катятся танком. Он убегает от них, одновременно стреляя в них. И также в них... По крайней мере должны стрелять эти космодесантники хаоса с меткой дзинча. Они наносят им 125% урона. Так что они очень хорошие юниты против терминаторов. Вообще довольно полезно для хаоса, что у них оба апгрейда для космодесантников хаоса наносят дополнительный урон по терминаторам. И еще одно отличное использование варпового огня танке кетоса. Похоже, что несмотря на то, что его главная раса является космодесант, он довольно хорошо играет за колдуна. По крайней мере я думаю, что его главная раса космодесант. Я не знаю. И это плохое место для починки. Ха. И это дредноут, у которого осталось очень мало жизни, чинится скаутами, свежезаказанными скаутами. Потому как, ну, кому-то надо было его починить. И да, у этого дредноута уже нет шансов выжить. Даже если бы тут не было всех этих хаоситов, его бы мог убить только этот танк. И да, дредноут перед своей смертью все-таки смог убить одного члена отряда. Космодесантников хаоса, но дредноут уже убил много народу. Думаю, он себя окупил. Бегамо говорит, забагованное дерьмо. Не знаю, что он имел в виду. Возможно, он не планировал, чтобы этот дредноут там находился, я не знаю. По крайней мере, я бы не хотел чинить дредноут рядом с вражеской базой. Опасно это место. И, да, Никетос захватил власть надрядом тактикалов. Меня немного удивило то, что... О, Никетоса в этой панельке. Отряд тактикалов, так он играет за хаоситов. Похоже, он таким образом отогнал их от этой победной точки и мешал им перекапать. Хорошее использование подчинения. И сейчас тактикалы ходят рядом с отметкой от небесной пропасти. Никетос, похоже, собирается сидеть на этой точке, пока он не выиграет. Сейчас он проигрывает по очкам. Но у него есть две точки, если он сможет их удержать. Он еще сможет победить. И форс-коммандору заказывается священное знамя. Интересно, оно как-нибудь отличается от обычного. Ладно, посмотрю после окончания этой битвы. И командора фокусят. Ничего бы парень с таким знаменем в плаще. Все считают его самым опасным. Ну вот уже... Да, безжалостный удар. Асолты довольно мощные ребята. И форс-коммандор отступает с 40 жизнями. Успеет ли он отступить? Этим скаутам были выданы снайперские винтовки, чтобы они были хоть немного полезными. Посмотрим. Нет, знамя самое обычное. Оно проходит сквозь щетки на голове у форс-коммандора. Терминаторы открывают огонь штурмовых пушек. По хаоситам. Смалывают одного в кишочке. Тактикалы под действием тактического продвижения перекэпл... А, нет, это не тактическое продвижение. Да и шалны он офер. Так вроде называется. Тактическое продвижение, так способность называлась в компании. Скорее всего, они кого-то оттуда отогнали. Кстати, да, они... Да, они убили хавоков на этой точке. Которые тоже капали. Сейчас у Аникетса нет хавоков. Но они ему, в принципе, сейчас и не нужны, так как у его соперника нет техники. И Гамо говорит, фак. Это становится эпичным. Да, у обоих игроков осталось довольно мало очков. И они оба несут потери. Твердого победителя я пока что назвать не могу. Посмотрим, что с этим станет. Колдун подчиняет терминаторов в очередной раз. Немного жалко, что это происходит... Когда остальная армия Бегамо находится где-то далеко. То бишь, обычно. Когда я встречаюсь с колдунами, у которых есть подчинение. Блин, они карабтят моих нобов и портят мне всю игру. Но сейчас эти терминаторы находились далеко от основной армии. Они не смогли ничего попортить. И это хорошо для Бегамо. И я не знаю, перезаряжается ли вообще это подчинение и сколько на него надо энергии. Потому что я почти никогда не играл за колдуна. Но колдун погибает. Очень неудачно для него. Аникетусу стоило внимательнее смотреть. Но в данный момент он занят тем, что этот фор... Кайтит форс-коммандора этим предатором. Ассулты тем временем отогнали хаоситов. И командор вынужден отступить. Даже со своим знаменем, силовым мечом и броней. Он не лучше, чем танк. Аникетус использует свою глобальную способность по вызову кровопускателей. Чтобы вызвать немного кровопускателей. Серебристых кровопускателей. И на предаторе используется мельтон. Он фактически мертв. Сейчас все терминаторы смогут его забить пулаками. Наверное. Предатор медленно от них отъезжает. А терминаторы медленно идут за ним. И медленно наносят удары. Что же случится? Да, Бегамо перекапывает точки. Аникетус тоже здесь перекапывает. И нет. Предатор уезжает живым. Неудачен ли Бегамо? И посмотрим. Терминаторы от него не отстают. Они говорят. Если мы не можем забить его пулаками, мы его застрелим. И они наносят ему достаточно небольшой урон. Своей штурмовой пушкой. Но у предатора осталось очень мало жизни. Так что возможно даже этого хватит. Ладно. Я оставляю его здесь выпранным. И... Орбитальная бомбардировка. Какая бесполезная трата красного. Сейчас, конечно, может не такая уж и бесполезная. Предатор погиб. Похоже, его застрелили. Орбитальная бомбардировка считалась самой слабой глобальной ультой. Потому как она очень долго била. И она наносила просто мало урона. Эти корниты сейчас погибнут. Или нет. Этому танку достаточно сделать один выстрел. Но, кстати, сам танк тоже никак не изменен. Даже что вот это знамя тут. Ммм... Довольно ленивые ДЛЦ. Их оситы расстреливаются. Да, у Аникетоса остался только один. Один единственный космодесантник Хаоса. И он их всех положил в этом бою. Конечно, предатор тут сыграл большую роль. Серминаторы не сыграли большую роль, потому что они стоят вот здесь. Аникетос прекращает перекапывать эту точку. Он хотел ее снять. Бегамо говорит ГГ и выигрывает. Я не знаю, согласился ли Аникетос с тем, что это была хорошая игра. Я думаю, что это была замечательная игра. Оба игрока играли очень хорошо. Мы смогли посмотреть на этот самый ДЛЦ. Кстати, многие люди думали, что это первоапрельская шутка. Что релики такого не сделают. Но они были неправы. Не знаю, к счастью или к сожалению. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, заходите в мою группу в Стиме. И присылайте видео на Fano4. До свидания.